Я вот 45 лет, и я вот сколько-то помню, у меня все время какие-то болезни. То есть, проходящие, сами проходят, некоторые сами, некоторые я лечу. Вы потому что женщина. Да. Вот, и несколько раз я уже оперировалась, как-то, да, сейчас у меня опять какая-то болячка. У женщины тело очень ленивое. Из-за этой лени оно болеет. Вот тело расслаблено у женщины, оно хочет наслаждаться жизнью. А все, что ленивое, оно все подвержено быстрому разрушению. Поэтому женщина должна, вопреки вот тому, что тело хочет расслабляться, не позволять ему слишком много расслабляться. Нужно обижательно двигаться, зарядки делать, не позволять. И вы сами не сможете себя заставить. Поэтому женщины должны объединяться в этих усилиях вдвоем, вместе, как бы стараться, помогать друг другу для того, чтобы выживать как-то. Вообще, если говорить о здоровье женщины, то есть на эту тему хороший анекдот, мне очень нравится. Вот, что у женщины есть три стадии заболеваний. Первая стадия заболеваний больна, вторая стадия очень больна, третья вдова. То есть муж уже умер, она все больна. У нас по статистике мужчины умирают в России на 10 лет раньше, чем женщины. Но болеет больше женщин. Все больницы женщинами переполнены. Потому что мужчины болеют только в реанимации. Поэтому женщины должны следить не за своим здоровьем, а за здоровьем мужа. Потому что муж не будет жаловаться. У него тело напряженное, оно не склонно чувствовать болезни. А женщина чувствует свою болезнь. Поэтому надо следить за мужем, а то он может прозевать, и он потом раз и скосил его. А вам надо просто, раз вы чувствуете свои болезни, значит, надо реагировать не хирургическим отделением, а нужно следить за своим здоровьем, нужно прилагать усилия. Надо вот этот принцип, как быть здоровым, понять. Я вам его рассказываю. Сегодня будем об этом говорить. Что такое успех, успешность в здоровье. Успех в здоровье. Как быть успешным, я сейчас вам расскажу. И вы потом следуйте этому. Ну, вопрос, я хотела, думала, может быть, эти болезни, ну, как бы, предназначены судьбой? То есть, по судьбе они там? Я в какой-то вашей лекции слышала, что разным людям даны разный объем здоровья. Ну, это факт. Но, как бы, болезни не предназначены по судьбе. У вас слабый объем здоровья по судьбе. Но это не значит, что вы должны болеть. Если вы будете уделять внимание своему здоровью, аскезы совершать для здоровья, вы не будете болеть? Я вам сейчас расскажу, что надо делать. Вы это делаете, и будьте здоровы. Хорошо, спасибо. Просто вы должны поверить мне и должны это делать. Тогда вы будете здоровы. Может быть, они даны для отработки каких-то вот... Вы настаиваете, да? Я просто, может быть, думаю, до меня не доходит. Я, может быть, плохо ориентируюсь. Да, ну, конечно, для отработки. То есть, допустим, палец отрезали для отработки, другой отрезали для отработки. Печень отрезали. Все для отработки. Все как бы... А можно по-другому мыслить. Можно просто аскезы совершать, и ничего отрезать не будут. Спасибо. Болезни даны как предупреждение. Что-то болит, это значит, что ты неправильно живешь. Не значит, что надо какую-то таблетку выпить и к какому-то врачу сходить. Это значит, что ты неправильно живешь. Болезни... Потому что запомните все правила номер один, которые мы забыли. Человечество забыло это правило. Правило такое. Наш организм сам может вылечить все. Он так устроен, что ему нужны только силы для этого. И проблема заключается в том, что организму просто не хватает сил вылечиться. Как только силы появляются, он тут же начинает лечиться. Я об этом сегодня еще буду говорить с вами. У вас нет сил в организме, чтобы лечиться. Ну вот вы, женщина, сзади вот. Значит. Во-первых, я хотела вам сказать огромное спасибо. У меня стаж использовал 18 лет. И у меня моих двойняшек сейчас скоро 9 месяцев. По лекциям забеременели. Нет. Я лечилась у вас. А, вы полечились еще. Ну мы вас заставляли там ходить, бегать. Меня заставляли и носить, и туда, и сюда, и вешать, и все. Я все это делала год. На следующий год я, честно говоря, приунула на все это и делала это периодически всего лишь. Потому что я думала, что это уже не смешно. И я просто думала, что когда мне ваши специалисты говорили, да, да, вы забеременеете, я так про себя хихикала. Но это произошло. Представляете, и у меня родились мальчик и девочка. Теперь я могу похихикать, да. И вот был вопрос женщины здесь, как это сделать. Вы допущаете это говорить, но это так? Ну не надо, не надо. Пускай сами, не надо надеяться на врача. Пускай сами пытаются люди помочь себе, иначе это будет болезнь. Олег Геннадьевич, помогите, Олег Геннадьевич, помогите. Сами себе помогите. Я могу только чуть-чуть как бы приложиться к этому. Ну вот чуть-чуть, 18 лет ожиданий, и вот чуть-чуть. Ожидание это не способ жить. Нужно что-то делать. Если бы вы делали так, как я вам говорил в лекции, то все сразу получится. Но возникла одна вещь. После того, как у нас появились дети, у меня очень все резко отношения с мужем. Есть причина. Причина заключается в том, что вы в отношениях с детьми истощаетесь, у вас не хватает сил, и вы срываетесь на мужа. Нужна опять природа, понимаете, опять то же самое. То есть у вас не хватает... Вот смотрите, садитесь. Вот смотрите все, вот смотрите. Она говорит, что у нас ухудшились отношения с мужем. А я говорю, что ей не хватает сил терпеть близкого человека. Силы идут от природы. Это физическая проблема, не психическая. То есть у нее тело не выдерживает нагрузки. Понимаете? То есть нужно просто начать гулять на свежем воздухе, зарядки делать. Вот и так далее. Больше быть ближе к природе. И у вас появятся силы терпеть мужа. У вас сейчас просто нет сил. Вы расходуете сильно на детей, и все. Из-за этого вы психуете, нервничаете. Ну, вы спросите вот в очках. Вы, да. Нет, с микрофоном. Быстро можете спросить. А сколько я буду вам рассказывать, никто не знает. В течение четырех лет в нашей семье был такой, ну, подоворотный, хороший событий. И хотел бы спросить, что надо делать, чтобы его секретить в этот период. Период уже закончился. В этот период. Да. Вы говорите о каких событиях? Этот период больше не повторится. Дальше следующее, что вас беспокоит. Этого больше не будет. Дальше еще что? Ну, восстановился отношение с его, вот с ним, то есть, как он исчезнет. Ему очень тяжело, эмоционально. Это означает здоровье. Это не период. Это означает неправильный образ жизни. Каждый человек стареет в этом мире. По мере старения надо больше сил и времени тратить на здоровье. Никакого периода плохого нет. Просто нужны пробежки, зарядки, пост, статические упражнения. Все то, что нужно для того, чтобы побеждать судьбу. Вы этого не делаете. Поэтому болеете. Вам тяжело просто из-за того, что тело не выдерживает. Понимаете? И у него то же самое. Что касается родственников, то... Это у них проблемы там. У них что-то какие-то психические неполадки. Они просто истерят. И, ну, можете молиться за них. Ну, не надо сейчас с ними близкие отношения строить. Да, потому что они... Что-то с ними происходит. То есть, они как-то ломаются сами. Вы тут ни при чем вообще. Спасибо. Вы мне улыбаетесь, да? Чтоб я вас спросил. Хорошо. Видите, женщина, как она действует? Она улыбается, чтоб ее спросили. Не надо, не надо. Не надо, что-то. Какие у меня есть? Даже в день. Видите, вопрос у меня такой. Я сейчас очень непростой период. Как? Непростой период личных отношений. Мужчина, может быть, есть привычка выгонять вас из дома. Выгонять вас из дома? Да. И что вот это сделать, я не знаю. Ну, вы же такая сильная личность, и он с вами не справляется. Ну, возможно. Я знаю, что делать. Вам надо понять, что мужчине не надо будить петуха. Вот, допустим, у вас, допустим, нет понимания, что делать с мужчиной. Это очень простая схема, понимаете? То есть, все очень просто. Вы со всем соглашаетесь. Соглашаюсь. А я вам гарантирую, что все будет по-вашему. Вот если вы со всем соглашаетесь, дальше мужчина становится щедрым. И можно, ну, как бы, все что угодно у него выманить. Женщина, если по-доброму что-то, ну, ладно, хорошо. Ну, это хорошо, и то хорошо. В мужчине главное, чтобы жена, ну, как бы, вот женщина, когда подчинена мужчине, он его расслабляет сразу, и он готов ей ради нее на все. Ну, понимаете, проблема в том, что вы очень твердую позицию занимаете в отношениях с ним иногда. А вы должны знать, что психика мужчины сильнее в несколько раз, ой, женщины сильнее в несколько раз мужской. И он, когда видит вашу силу, он ломается. А когда мужчина ломается, он начинает, ну, с помощью волевых усилий, как бы, женщину починить. То есть, он ее выгоняет из дома там. Ну, то есть, он пытается сделать то, чтобы ее вывело из равновесия, чтобы она почувствовала, что она слабее. Ну, то есть, другими словами, он это делает для того, чтобы вам показать, что он сильнее, и все. Это, в этом нет причины другой. То есть, не то, что он вас хочет, чтобы вы жили где-то в другом месте. Просто он вас укращает, так сказать. Да. И то, что потом возвращает. Ну, конечно, куда он денется, Господи. Это, второй вопрос, это может быть связано с тем, что когда в свое время мой папа там дедушка, дедушку бабушек выгонял, это я уже знала. Это связано с тем, что у вас просто, ну, по природе у женщин очень сильный характер. Сильный характер такой. Мужчины, пожалуйста, я вас спрошу. Не ищите себе слишком красивых девушек. Потому что, чем красивее девушка, тем больше у нее силы и амбиций. Ищите по своим возможностям. Если видите, как бы слишком красивая, можете не справиться. Потому что, чем больше красоты у женщины, тем больше амбиций. Это ее как раз сила, красота. Это ее амбиции. Это опасно очень. Вот он попал в такую ситуацию. Ну, я отношение очень покладистое, доброе. Не знаю, слушаю, если все хорошо. Не знаю, просто у него бывает именно в какой-то период, что его выносит на вере эмоционально. На ровном месте может себя повести. И потом я уже не знаю, что делать. Потому что четверо детей. Отодвигаться. У вас четверо детей. Вы ему родили четверо детей. Я родила двоих и приняла его еще детей. Я воспитываю четверо детей. А мать куда делась у нее? Мать война. А, вот так. Да, я приняла детей. Ну, молодец, супер. Слушала лекции ваши, что вы говорите. Он с четырьмя вас выгоняет или с двумя? В основном уходят мои, а потом еще его приходят ко мне в гости. Ну, ты все начинаешь, как по любому случаю. Уже, потому что дети, они прям... Ой, не может... Не может вас выгнать никаких шансов. Знаете, я вам такую вещь скажу. Вы просто, когда у него равновесие... А это нарушение равновесия идет, опять же. Это элементарно. Вот смотрите, это элементарная вещь. Люди думают, что это характер плохой. А это просто он перегревается. Он очень горячий, понимаете? Его нужен бассейн. То есть нужно просто свежий воздух. Нужно больше сырой пищи ему есть. Вот, и понимаете, это элементарная вещь. Если он начнет охлаждать свой организм, то он не будет вас выгонять. Представляете? То есть это происходит из-за того, что у него из-за жара в теле ломается психика. Все? Вам надо просто заняться... Абонемент, бассейн, вечером в ванну его загонять прямо с руком. Потому что, когда человек в теплой ванне лежит, теплый, он охлаждается. Я в баню ставлю в вечер, когда знаешь, что придет в работе, ужин, все как положено. Да, вот все вот так делайте. В бане тоже надо аккуратно. То есть там надо сначала холодное, потом горячее, потом опять холодное. Нельзя только в бане без холода. Это тоже перегрев. Все, вот причину вы знаете. Он перегревается. Причина в этом. Как вы считаете, стоит простить? Что делать? Простить. Что прощать-то? Вот это не стоит. Что будет у него, а у него не походить. Ну вот смотрите, допустим, я читаю лекцию. И такой... Стоит меня простить или нет? Что я так лекцию как бы, ну, что-то читаю как-то неаккуратно. А почему? Потому что это болезнь. То есть это болезнь, и болезнь надо прощать. Это болезнь. То, что с ним происходит, это болезнь. Он добрый такой, хороший человек, порядочный. Вот. Просто он... Вот это болезнь. Его перегревает, и он... А-а-а, все понесло. Вы даже можете видеть, как бы... Вы можете это предвосхищать, эти события. То есть, как только он перестает с вами разговаривать, молчит, ходит. Это значит, скоро он взорвется. Ну, то есть, если он молчит, такой, как бы, с вами не отвечает на вопрос, молчит. Значит, скоро будет вспышка. То есть, он, значит, уже горячий. Как только он начал, вот, как бы, на вас, ну, не реагировать, сразу в теплую ванну. Ну, все. Мы можем поставить камни. У нас такое есть лечение, черно-белая схема называется. Ну, то есть, можем поставить камни ему, и... Ну, эти камни будут его охлаждать. Ну, то есть, надо что-то делать с головой. То есть, можно семена поставить тоже в уши. Они могут убрать это от напряжения. Ну, то есть, это механическая вещь, ее надо убрать просто, и все. У вас, у его, у него из двух, один ребенок такой же тоже. Он тоже перегревается. Из двух детей один такой же. Тоже такие же меры надо с ним принимать. Да. Будьте счастливы. Ну, ладно, мои хорошие, пора уже лекцию начинать. Видите, успех часто зависит не от того, что мы очень много учились, у нас есть связи, хотя это тоже классно и надо, но успех часто зависит именно от того, что человек понял, как правильно жить. Ну, то есть, начинайте с себя, со своей жизни, потому что основная проблема людей в современном обществе – это обесточенность. То есть, я уже говорил вам, что эта обесточенность, она рождает массу психических проблем. То есть, вот, например, люди нервничают, злятся, обижаются, не могут сосредоточиться, не могут долго работать, не могут долго работать на одной работе. Это все просто означает, что у них не хватает энергии природы или здоровья. Это одно и то же. Давайте я сейчас вам вкратце расскажу то, что я исследовал. Я изучал эту тему серьезно на себе, на своих друзьях. Ну, то есть, я пришел к определенным выводам, как человек вообще в целом должен жить, для того, чтобы у него и психика стабильно работала, и работала стабильно вообще, как бы его, ну, как бы его жизнь наладилась. Ну, первое, смотрите, вот, у нас есть определенная среда, в которой мы живем, и мы должны знать, как она работает. Вот солнце, когда оно восходит, оно активизирует жизненные функции человека. То есть, солнце — это энергия радости. То есть, оно восходит, человек должен вместе с ним восходить. Допустим, если человек в 6 утра, грубо говоря, не важно, темно у вас здесь или светло в это время, важно, что в 6 часов утра солнце пересекает определенную линию. Она может пересекать или вот так прямо, тогда его видно, или очень полого, тогда его не видно. Но в это время в 6 утра по солнцу, не по Москве, не по Казани, а по солнцу. То есть, когда солнце в зените, вы узнаете у вас здесь, в городе. И смотрите, плюс, минус, сколько часов, когда у вас плюс или минус, когда солнце в зените? Знаете? А? 11.45. 11.45. Это значит, что почти в 12, да? То есть, это практически... То есть, вам надо вставать, получается, без 15.6, да? Для того, чтобы по солнцу жить. Ну, то есть, если вы встаете позже, то что происходит? Солнце восходит, а ваш организм лежит. Это значит, что вся энергия солнечная у вас начинает деструктивно действовать в организме. То есть, вас начинает перегревать. Что это значит? Это значит, что у вас будут воспалительные процессы, увеличивается у женщин. Сразу увеличение бесплодия, шанс, потому что основная проблема женского бесплодия – это перегрев организма. Сразу, то есть, бесплодие – раз. Эмоциональное напряжение, срывы – два. Воспалительные процессы в организме – увеличение – три. В целом, вялость, волевая подавленность весь день – четыре. Снижение пищеварения – пять и так далее. Ну, то есть, иммунитет падает – шесть. А если вы встаете, допустим, не в семь, не в восемь, а в девять, то у вас уже будут с мозгами проблемы. То есть, психика уже начнёт страдать. Понимаете? То есть, другими словами, для того, чтобы быть неуспешным, достаточно просто поздно вставать и всё. То есть, ваш организм начинает работать вообще не как надо. Теперь дальше. Вы должны знать, что энергия Солнца, она переваривает пищу. Пища может перевариться не только за счёт энергии Солнца, она может перевариться за счёт нашей психики. То есть, у нашего тонкого тела есть своя энергия огня. Но она вся идёт на мышление у человека, на возможность действовать. И когда человек, допустим, поел плотно, рано утром, очень сильно поел, солнце ещё не взошло, то организм в это время, когда раннее утро, очень сильно энергия праны действует. Утром свежо, хорошо, да? И вот эта энергия праны, так как, ну, это невозможно переварить, солнца нет, оно ещё не взошло, вот, то организм начинает быстро-быстро эту пищу проталкивать вниз. Рано утром наелся сильно, и всё в унитаз улетело, потому что организм это переварить не может. Естественно, так как эта пища проталкивает, всё равно же огонь пищеварения туда нужен. Поэтому в следующий раз вам захочется покушать только в 3 часа дня, а в 3 часа дня солнце уже садится. Это значит, вы поели, и дальше всё в токсины пошло, потому что или и однозначно у вас снижится работоспособность. То есть вы поели, в 3 часа дня солнце уже садится. Откуда брать энергию, огонь для пищеварения? Огонь берётся и из мозгов. И поэтому у человека есть такой синдром, как бы, если раньше, когда книжки читали люди, это был как бы такой... Сначала человек сидит, через 40 минут после еды он поел поздно. Энергии солнца не хватает, энергия ума пошла в желудок. Первое, что происходит, синдром застывшей строки. Человек читает, читает книгу, вот он на одной месте. И даже не замечает, что он не может прочитать эту строчку. Это означает, резкая энергия ума пошла на пищеварение. Потом дальше идёт синдром кивка. То есть человек дальше энергия, когда кончается, у него теряют силу, он такой... Через 40 минут после еды. И потом синдром жёлтого пятна на книге. Ну, сами понимаете, что происходит. Вот. Но если вы листаете книгу, и видели там внизу жёлтое пятно, значит, человек пожрал поздно. Можете сказать ему... И он говорит, ничего себе! Ну, как Шарла Холмс. Дальше. Утреннее время предназначено для побед над судьбой. Утром, рано утром, когда солнце восходит, это даёт возможность человеку очистить своё здоровье. Солнце. Но только на восходе солнца можно лечить организм. В остальное время оно не лечится. То есть означает все пробежки, зарядки, посты... Лучше всего делать с утра, до того, как солнце поднимается вверх. Солнце восходит. Можно понять, как правильно жить. Когда человек молится, рано утром. Самое раннее утреннее время предназначено для постижения истины, побед над судьбой. Потом дальше следующее время идёт уже для того, чтобы улучшить своё здоровье. Дальше потом время для того, чтобы разобраться вообще со своей жизнью. То есть где-то, может быть, с 10 до 12. Это время, когда ты хорошо соображаешь, как тебе улучшить свою деятельность, как тебе там с близкими пообщаться. Это время для постижения истины, для поднимания. Ну, вы понимаете, вы скажете, я, Олег Геннадьевич, с 7 утра уже работаю. Хорошо. Но время работы вы можете параллельно подумать, как вам жить в это время. И у вас получится. Утром завтракайте очень лёгкой пищей. Ну, то есть утренняя пища какая? Это орехи, это фрукты, это сухофрукты, это всё молочное, сметана, там сыр и так далее. Гречка, там пшено. Вот эти вот, это всё не зерновая пища. Зерно – это пища, которая созревает на солнце. То есть золотые колосья хлеба в песне поются, до краёв им полны солнце. Про солнце – песня. Зерно созревает на солнце, бобы созревают на солнце, на очень высоком. Это значит, что эту пищу, всё зерновое, надо есть в обед. Ни вечером, ни утром зерно не надо кушать много, потому что это не будет перевариваться. Понятно? Овощи созревают под светом луны, поэтому овощи надо кушать в обед и вечером, потому что они перевариваются в это время. Вот. Фрукты на восходящем солнце созревают, поэтому можно с утра фрукты есть. Орехи тоже с утра можно есть, и вечером орехи можно есть. Значит, дневной пища самая обильная, то есть всё самое тяжёлое можно съесть в обед. Вечером лучше всего есть овощи, тушёные овощи, не слишком много соли и специй. Понимаете, когда говорят, что соль вредна, это имеется в виду только утреннее время и вечернее. В обед соль не вредна, не вредна. Она вредна только вечером. Понимаете? А утром вообще пища должна сладкий вкус иметь. Утром надо сладко есть, потому что сладкий вкус связан с оптимизмом, с солнечной энергией. А в обед все шесть вкусов, а вечером пресный вкус. То есть пища должна быть спокойной, то есть она не должна разжигать какие-то вкусы, всегда означает настроение разное. Человек питается правильно, ему легко становится жить. Утреннее время предназначено для победы над судьбой, дневное для работы, а вечернее для семьи. Когда луна начинает, сила луны увеличивается, а сила луны увеличивается в шесть часов вечера, то в это время энергия любви увеличивается в жизни человека. Потому что луна — это не просто спутник Земли. Она несет в себе энергию любви и отдыха. Поэтому человек должен рано ложиться спать. Нужно ложиться часов в десять и вставать не позже шести, потому что в это время эффективность сна возрастает несколько раз. Если человек поздно ложится спать, то он не высыпается, потому что ему луны не хватает. То есть ему надо спать, если поздно ложиться, значит ему после шести надо спать дальше. А этот сон деструктивный. То есть он не восстанавливает человека, а просто изматывает. Вы заметили, что когда спишь утром, то тяжело это спать. Тяжело. Это изматывающий сон, потому что солнце восходит, оно заставляет человека вставать. Но все равно, тем не менее, если поздно легли, надо семь часов все равно поспать, потому что когда человек уменьшает сон, он сокращает продолжительность своей жизни. Ну, то есть отдых все равно нужен. Понимаете? И когда человек спит, нужно обязательно отрегулировать форточку. Если не поступает воздух во время сна, то также это разрушает здоровье. Ну, то есть, может быть, кому-то надо меньше, чтобы не так дуло сильно. Но все равно какая-то щелка должна быть. Может быть, в соседней комнате, чтобы воздух заходил к вам оттуда. Но если воздуха нет, вы запираете все, и воздух не поступает, то вы таким образом разрушаете свое здоровье. Зачатие детей должно происходить ночью, потому что это самое здоровое. То есть, ну, как бы, когда днем зачинаются дети, то дети рождаются болезненными, вечером психически больными, утром чувствительными, а ночью здоровыми. Под светом луны надо зачинать детей. И если вы хотите добрых отношений с близкими, то надо всегда их строить вечером, потому что вечернее время предназначено для отношений с родственниками. Я вам вкратце рассказал, что такое режим дня. Если человек имеет это знание, эффективность его жизни возрастает несколько раз. Если же он не имеет этого знания, давайте разберем последствия. Если человек ложится поздно спать, постепенно он напрягается. Это как психическое, так и физическое напряжение, так и умственное. Эти три типа напряжений. Физическое напряжение приводит к болезням, психическое напряжение приводит к пьянству, а умственное напряжение приводит к курению. То есть человек поздно ложится спать, уже вот две вредные привычки уже за ним побежали. Теперь человек поздно встает, волевая функция сразу до свидания, то есть сила воли до свидания, здоровье до свидания. И удача, естественно, тоже до свидания, потому что человек становится никакой, то есть он никакой, если он поздно встает. Поэтому вот, пожалуйста, успех. То есть хотите жить хорошо, живите в ногу со временем, понимаете? В ногу с временем надо шагать. Не спешить, не отставать, в ногу с временем шагать. Это успешная жизнь. Следующее, вы должны знать, что время, что такое время? Время — это сила, которая нас испытывает в этом мире. Это не просто то, что на часах идёт. Это сила, которая нас испытывает. Время в психическом теле, оно с каждым годом увеличивает количество испытаний, а в физическом теле оно увеличивает количество трудностей. То есть это называется процесс старения. И вы должны знать, что как в психическом, так и в физическом теле есть два способа влияния времени. Один способ называется циклическое время, а другой — стабильное. Так вот, запомните, все люди умирают не от старости, а от того, что наступает тяжёлый период. Ну что такое тяжёлый период? Тяжёлый период — это когда или тело резко начинает болеть, то есть цикл такой пошёл, или психика становится очень слабой, или подвержена различным стрессам, то есть на человека напасть и начинают наваливаться различные. Нужно понять, что есть силы, которые способствуют преодолению этих циклов, влияния этих циклов, то есть можно их нейтрализовать. Для этого нужно знать правила. Для того, чтобы в целом судьбу уменьшить влияние плохой судьбы, правило такое, оно для всех одно. Нужно понять, что судьба, когда выходит наружу, она действует через память. Если память человека сосредоточена на себе, на своих трудностях, на своих проблемах, то значит, судьба владеет этим человеком и разрушает его жизнь. Если человек свою память сосредоточил на чём-то возвышенном и чистом, а только возвышенное и чистое — это сильнее памяти о себе или о своей судьбе, только Бог сильнее памяти о себе, тогда судьба теряет силу и начинает таять. То есть она перестаёт влиять на человека. Для того, чтобы сосредоточиться на Боге, для того, чтобы память реагирует только на страх и на любовь. Вот есть две эмоции, только на которые память реагирует. Больше её ничем не привлечёшь. Поэтому, ну, страх — это не вариант, понимаете? Ну, то есть страх, ну, сегодня боишься, завтра лучше стало, ты уже не боишься. Поэтому есть только один вариант — это любовь. Поэтому если вы видите, что кто-то молится, какой-то человек молится очень сильно с любовью, думая о Боге, ну, как бы это чувствуется по песнопениям, по молитве, то можно настроиться и повторять молитву вместе с ним. Разум человека включается. Вот вы, допустим, слушаете молитву, судьба не побеждается. Хоть вы и помните о нём. Почему? Потому что судьбу побеждает разум. А если вы повторяете вместе с ним молитву, тогда начинается действие, влияние на вашу судьбу. Когда вы просто слушаете молитву, то у вас меняется настроение. Настроение находится... Это поверхностная функция ума, это не глубокая. А судьба — это самая глубокая функция ума. Для того, чтобы глубокая функция ума менялась, для этого нужно повторять, как они. Когда человек повторяет вместе с теми, кто повторяет, то он перед ним... И надо слушать, как они любят Бога. И когда вот вы слушаете, как те, кто повторяет, как они любят Бога, в это время это слушание ваше разрушает возможность судьбы мучить вас. Больше того, тяжёлая судьба ослабевает от этого. И это ослабевание действует на трёх кругах жизни. Первый круг жизни называется моё внутреннее состояние, мой внутренний мир. Первое, что происходит вот такое слушание, когда человек слушает тех, кто молится, вместе с ними повторяет молитву или настрой какой-то хороший. То в это время... То есть важно, понимаете, отвлечься от себя в это время. То есть бескорыстный настрой включает победу над судьбой. Это и есть успех. Пока человек сосредоточен на себе, думает о себе, он не может быть успешным, потому что его чувство, собственно, достоинства разворачивается в сторону как бы деструктивного отношения с этим окружающим миром. Ну, понимаете, правильное отношение с этим миром — это обмен. Я, допустим, вам улыбаюсь, вы мне улыбаетесь, я наполняюсь. Если я от вас что-то хочу, вы напрягаетесь, и ни вы не наполняетесь, ни я. Страх, беспокойство, суета — всё это человек отгораживает от этого мира, и он не может наполняться. А если он не может наполняться, значит, он не может и побеждать. Главная проблема жизни в современном обществе — это обесточенность. Люди страдают от того, что у них не хватает сил. Поэтому нужно учиться этому знанию. То есть, смотрите, всегда человек, если он ничего с собой не делает, он нацеливается на страх, суету и беспокойство. Это значит, что он нацеливается на самоуничтожение. Для того, чтобы побеждать судьбу, нужно нацелиться на служение. Что такое служение? Это вера, уважение, радость. Ну, допустим, вот я включаю, допустим, Азан. Они, допустим, поют. Я сижу и думаю о своих проблемах. Я желаю всем счастья. Никаких шансов победить судьбу нет. Почему? Потому что мое чувство собственного достоинства не соединилось с источником силы. Оно зациклено на себе. То есть, я сам себе помогаю. Теперь, смотрите, я силой внутренней, силой воли, или силой веры своей, или силой своего опыта, как хотите, называйте, начинаю. Понимаете, у человека есть два способа действовать в этом мире. Один способ, он является замкнутой системой или гаснущей лампочкой. А второй способ, он замыкается в сеть. Как замкнуться в сеть? Он слушает тех, кто молится, и отдает не себя, а это, что он услышал, другим. В результате, я становлюсь проводником энергии счастья. То есть, она мне не принадлежит. Я ее беру и отдаю. Как сделать так, чтобы она как бы так работала на победу над судьбой? Не надо желать себе счастья в это время. Не надо думать, ой, мне хорошо стало. То есть, надо забыть про свое счастье, слушать тех, кто молится, и отдавать. Слушать и отдавать. И в это время эта энергия счастья, она сама омывает нашу судьбу и вылечивает. Это первый способ, самый древний, самый сильный для того, чтобы побеждать судьбу. Первый круг жизни внутри меня, то есть, я начинаю чувствовать, что жена вроде уходит, а мне хорошо, спокойно. Это не значит, что я типа туплю, и она уйдет, а мне по барабану. Нет. Это значит, что я уже 30% судьбы победил. Вторая стадия. Я дальше повторяю молитву или я желаю всем счастья. Молитву надо повторять с теми, кто молится. Короткие. Эти молитвы настроены не на себя, а на Бога. То есть, это какие молитвы? Допустим, Аль-Хамду-Лили. Богу хвала, Богу хвала. То есть, короткие молитвы. Вот. Богу хвала означает, я прославляю Бога, забыл про себя. Или Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Можно слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Можно Аллаху Акбар, то есть, Господь Велик. И так далее. То есть, человек повторяет короткую молитву, прославляющую Бога. Не азан, там, намаз он повторяет, а не длинное что-то, а короткое и прославляющее Бога. Не про себя, а про Него. Понимаете? Это то, что побеждает судьбу. Все остальные молитвы предназначены для улучшения жизни человека, настроения, то есть, для познания отношений с Богом. Но именно стрела, которая пробивает судьбу, это короткая молитва на четках, которая читается и читается вместе с теми, кто молится. Потому что, если вы один будете читать, то вы погрузитесь в память о себе. допустим, вы повторяете. Ну, то есть, видите, вы повторяете, а сами думаете о себе. Это означает, что никакой победы над судьбой не будет, потому что ваша память, она, ну, не связана с молитвой, она связана с вами. Это значит, что это все без толку просто. Но если вы слушаете тех, кто молится, «Пируйте их любовь к Богу». Не свою, а их. Вы тогда в общее пространство молитвы включаетесь. Это не им принадлежит, не этим людям, которые поют, а Богу принадлежит это пространство. Когда человек совместно с кем-то повторяет молитву, он включается в общее пространство победы над судьбой. Таким образом проходят три стадии. Первое – спокойствие в сердце. Я уже спокоен. Я верю, что жена вернется. Вторая стадия – между нами. Ниточки вот эти очищаются. То есть она от меня ушла, потому что ниточки воняли, нам трудно было общаться друг с другом. Теперь я их очистил со временем за несколько месяцев. И нам легко общаться. Я уже на нее не сержусь, что она уходит. И третья стадия – в ее сердце. Это тоже моя судьба. В ее сердце. Третий круг моей судьбы в ее сердце находится. Она меняет свое отношение ко мне и хочет вернуться. Понятно? Это все. На это может требоваться 3-5-10 месяцев. Но вы последовательно идете. Допустим, у кого из вас близкий человек ушел, вы молитесь, и сердце спокойствия появилось. Поднимите. Первая стадия пройдена. У кого из вас вы почувствовали, что можете с ним общаться и налаживать сообщение? Вторая стадия пройдена. И кто из ваших близких, у кого такая ситуация, что он начал говорить, что дурак, я что тебя бросил там. Третья стадия почти пройдена. Значит, скоро вернется. А? Вернулся? Там, понимаете, тоже может быть такой вариант, что он говорит, дурак я, что я ушел, но вернуться не могу, потому что у меня тут уже дети там и все прочее. Тогда вы, слушайте, тогда в этом случае, понимаете, так как человек имеет дело своей судьбой, понимаете, человеку нужно просто победить судьбу. И если этот человек не хочет подчиниться твоей судьбе, воле твоей судьбе, то Бог сразу уже, сразу дает другого. Ну, то есть мужиков у Бога завались, понимаете? А какой из них, как бы, вернется от того, что ты побеждаешь судьбу, это уже зависит от свободы выбора человека, которого тебе Бог дал. И если он, как бы, не хочет подчиниться воле Бога, тогда Бог дает еще лучше кого-то другого. Поэтому есть только один путь, понимаете, для человека, вот, допустим, семья разрушена, путь в пустыню нет. Типа, да, я тебе себе другого найду. Путь только один, возвращать все назад. И если человек не возвращается, а ты прошел свой путь, Бог дает другого. Но если ты сам ушел, тоже возвращайся, значит, назад. Если у него кто-то другой есть, раскаивайся, значит, в своем сердце, восстанавливай отношения с этим человеком. Придет время, ты получишь другого. Но если ты этого делать не хочешь ничего, тогда получишь не другого, а по башке. Потому что у Бога есть не только поощрение, но также и наказание. А как это действует, узнаешь. Допустим, когда мужчина уходит от женщины, обычно у Бога есть такой способ для мужчин наказывать. Бог ему дает очень любимую, очень красивую девушку. Вот он уходит от жены, сразу же получает очень любимую и очень красивую. Для чего? Все очень просто. Для того, чтобы он привязался к этой женщине, так сильно-сильно привязался. И чтобы она его бросила так же, как он бросил жену. О, да, вот так оно и происходит, мой хороший. Теперь женщина, когда ушла от мужчины, наказание прямо противоположное. Она лишается возможности близких и теплых отношений. Мужиков может быть много, но семьи нет. И она мучается, и мучается, и мучается. Пока она назад свои чувства не вернет, не раскается. Она так и будет. Одна. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходит в разной суете. Ни постоянной ей, ни те. Что это значит? Мужика свою бросила. Понимаете? Конферн. Есть знаки. Это знаки. Это другая тема. Знаки судьбы. Всегда Господь все подтверждает через людей. Кто-то со стула упадет, когда важно что-то сказать. Кто-то чихнет. Тогда идет процесс общения, обмена. Итак, еще раз слушайте. Этот голос, в котором надо научиться. Понимаете? Очень трудно помнить не о себе. Очень трудно. Я вам рассказал только теорию. Вы тренируйтесь это делать. Тренируйтесь. Потому что есть три стадии погружения в молитву. Первая стадия называется опора. Чувствуешь, что мне хорошо с ними повторять. Я чувствую поддержку. Это значит, что разум включился ваш на победу над судьбой. Вторая стадия. То есть повторять надо именно сердцем. Не так, понимаете? Понимаете? Типа чем больше повторю, тем быстрее победа над судьбой придет. Ну, то же самое, знаете, повторяйте, допустим. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Слушай, перестань. Я тебя люблю. Ну, вот это другое дело. Понимаете? Так и в молитве тоже. Не надо суетиться. Понимаете? Некоторые вот так повторяют. Думают, быстрее надо больше повторить молитву. Это глупо. Нужно повторять сердцем, означает спокойно. Потому что чрезмерное ускорение уводит из сердца звук. Он сначала идет в горло и в эмоции, а потом в мозги. Из сердца звук ушел, значит победа над судьбой не будет. Вторая стадия погружения в молитву называется открытие сердца. Человек повторяет, я желаю всем счастья. И он чувствует, как-то ему хорошо стало в сердце. И в это время важно в этом не просесть вот так. Типа, мне хорошо, пошли все нафиг. Молитва пошла нафиг. Человек как бы уже все. Надо в этот момент, нужно вспомнить и благодарить этим хорошо. Отдавать его людям, Богу. Вспомнить святое, что у вас есть в жизни. И вот об этом думать. А это то же самое у женщин, да, это хорошо. Смакуем. А надо, понимаете, дальше молиться. И третья стадия – это резко поток мыслей о себе. Ну то есть судьба, это вот это сердце открывает, означает судьба открыла свои ворота для победы над ней. Первый признак, что судьба открыла, это хорошо сердце. И вы от сердца начинаете уже повторять. Чувствовать прямо от сердца, повторять. Я желаю всем от сердца. Вот. И потом судьба открывает свои ворота. И туда-оттуда мысли, ворох мыслей прям. Оттуда. Вы хоть вы раз и забываете вообще про молитву. Только о себе думаете, обсасываете что-то. Надо отвлечься от этих мыслей. И все равно помнить о тех, кто молится. И постепенно, что начнет происходить. Значимость этих мыслей, значимость начнет таять. Это значит, сила судьбы начинает таять. Вы раньше думали, ааа, я не могу, ааа, не могу. Вот, а потом раз, могу. Я желаю всем, что могу. Ну, то есть, человек чувствует, что все нормально, ничего страшного. В Багдаде все спокойно. Все будет хорошо. Так побеждается судьба. Запомнили? Это самое первое и важное действие, которое человек должен совершать. В этом действии помогает неподвижное положение тела. Когда человек не молится, не двигается. В этом взаимодействии увеличивается эффективность многократно. Неподвижное положение тела само по себе увеличивает долголетие человека. Я расскажу сегодня об этом. Но это также дает силу побеждать судьбу молитвы. Неподвижное положение. Ни движение, ни ходьба. А именно замереть и не двигаться. Запомнили? Значит, молитвы я вам вкратце все сказал. Вообще, если вы хотите как бы больше, то у нас есть клубы Благость. И там в клубах Благость у нас есть тренинги. То есть, я провожу молитвенные ретриты с клубами. То есть, мы учимся молитве. Также такие ретриты, тренинги проводятся на фестивале Благость, который проходит в Анапе. Этот фестиваль может поменять всю вашу жизнь. Если вы хотите, чтобы ваш родственник встал на правильный путь, предложите ему отдохнуть на фестивале Благость в Анапе. У него нет шансов не вовлечься в эту работу над собой. Там тысячи человек все бегают радостные. И люди, даже мужики такие отшибленные, которые покупаться приехали, они все равно пойдут на какие-то мероприятия и включатся. И у них шансов нет просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok